МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мэрии назвали примерную дату начала отопительного сезона. Включить все теплоисточники, запустить, подать в систему отопления домов соответствующей температуре воду. Когда ждать тепла в квартирах? Вандалы порвали несколько гамаков на площади революции. Инвесторы закрыли площадку на ремонт. Как звучит инструмент из шелка и золота? В Красноярск приехали музыканты из нескольких стран Европы и Японии. Некоторые исполнят произведения на редких и экзотических инструментах. Отопление в дома Красноярска дадут приблизительно 18-19 сентября. По прогнозам синоптиков, во второй половине месяца установится прохладная осенняя погода. По законодательству, батареи должны стать горячими после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке плюс 8 градусов в течение пяти дней. Мы сегодня подтвердили, теплосеть готова к новому отопительному сезону. Теплосеть готова в этот период включить все теплоисточники, запустить, подать в систему отопления домов соответствующей температуре воду, для того, чтобы отопление работало. Но работы по ремонтам будут продолжаться еще и в последующий период. Значит, программа капитального ремонта у них не окончена, и она предусматривает еще последующие сроки. Однако это уже текущие работы, и они никак не повлияют на температуру в домах, заявили в администрации. В жестоком обращении с детьми подозревают работницу частного детского сада. Мама одного из воспитанников учреждения в социальных сетях выложила вот это видео с камер наблюдения. И пожаловалась, одна из воспитательниц толкает детей и таскает за волосы. Родители обратились к руководству садика, но директор посчитала этот случай несерьезным, и никаких мер со слов женщины не предприняла. По некоторым данным, инцидент произошел в частном детском саду, но у Рванцева следственный комитет сейчас проверяет информацию. Добавлю, это не первый случай жестокого обращения с детьми в садах края. В августе воспитателя одного из детских садов в Ачинске обвинили в том, что она била детей тряпкой по лицу. Не успели открыть, а уже снова ремонтируют. Горожане порвали часть гамаков на площади Революции, а один и вовсе украли. Напомню, на площади идет реконструкция за счет компании «Русал». Металлурги разместили там качели и оборудовали уголок с гамаками и детскими аттракционами. Часть подвесных гамаков уже пришла в негодность. Локацию сквера на площади Революции огородили сигнальными лентами. Гамаки заменят в ближайшее время. Отмечу, у качели тоже не выдержали испытания первым дождем. Из-за влаги нижняя часть деревянных сидений разбухла и отслоилась. Инвесторы проекта говорят, материал был тестовый, теперь его заменят на более прочный. В пресс-службе «Русала» сегодня уточнили, на месте сейчас действительно трудится подрядчик. Работы будут вестись и в следующем году. Пока завершен лишь первый этап проекта. Вообще, проявления вандализма нередки для Красноярска. Ирина Денисенко сегодня вспоминала громкие случаи, которые произошли только в этом году. Ира, тебе слово. Да, Ольга, действительно, в Красноярске в последнее время участились случаи вандализма. Но вот для начала предлагаю вспомнить, как совсем недавно неизвестные оторвали лампочки подсветки вантового моста. Инцидент произошел в ночь на 30 августа. Утром пропажа обнаружилась, но, к счастью, подрядчик все оперативно устранил. В полицию он решил не обращаться, может быть и правильно. На тот момент камеры фиксации на Виноградовском мосту еще не работали. Формально они уже были установлены, но к системе подключены они еще не были. Интересно, что красноярцы портят городское имущество как по-крупному, так и, что называется, по мелочи. Вот, к примеру, 19 июня на левобережной набережной произошла так называемая расправа над Урманой. В сети появилось видео, где молодой человек передает привет своим подписчикам в социальных сетях, и при этом он, пиная Турну, уроняя ее. Ну, кстати, красноярцы осудили поведение вандала, и уже через несколько дней его имя было установлено. Он предстал перед судом и получил несколько суток ареста. Наш корреспондент тогда с ним пообщался. Давайте посмотрим, раскаялся ли он. Зачем это было сделано? Не могу. Почему? Вы не считаете, что это хорошо? Я не хочу ничего комментировать, никому ничего, ни на какие вопросы не хочу отвечать. Нет, понятно, что не хочется комментировать, да, но, может быть, есть желание извиниться? Нет, не хочется. Ну, не всегда вандалы выкладывают свои подвиги в интернет. Тех, кто разрисовал фасад отремонтированного исторического здания, где располагается корпус Института искусств, так и не нашли. Все произошло в начале июля. Здание реставрировали. На месте стояли тогда строительные леса, которыми, судя по всему, и воспользовались эти креативщики. Ну, еще одна показательная история про любителей граффити. В мае неизвестные разукрасили мозаику на фасаде Родины, которая, кстати, является объектом культурного наследия. О поимке граффитистов ничего не известно, но красноярцев больше возмутило не столько поведение вандалов, сколько бездействие власти, которое несколько месяцев не спешило привести мозаику в надлежащий вид. Надо сказать, в такие заброшенные здания, как кинотеатр Родина, вандалов тянет как будто бы магнитом. Вспомнить хотя бы ДКК-Крастец с выбитыми дверями, выломанными рамами и разрисованными стенами. Ну и в конце приведу более позитивный пример. Когда чиновники все-таки следят за городским имуществом и за памятными местами. Речь идет о смотровой площадке. Памятник царь Рыбе совсем недавно почистили, покрасили. Кроме того, четырехметровому осетру отремонтировали поломанные туристами усы. Ну и вернули рыбу на место. И выглядит она еще лучше, чем была. Единственное, туристов попросили не пытаться больше накормить рыбу мелочью. Ну, надеюсь, горожане прислушаются к этому и не станут больше совершать такие акты вандализма. Ира, спасибо большое. Пока продолжаем. Триумфальную арку на площади Мира отреставрируют объявление. О поиске подрядчика появилось на сайте госзакупок. До конца октября на арке должны полностью заменить фасад, гранитные плиты и декоративные элементы. Гранитное покрытие, вершины заменят мягкими кровельными материалами. Все эти работы администрация ценила в 5 миллионов рублей. Триумфальная арка стоит в Красноярске уже 15 лет. Ее строительство приурочили к 375-летию города. Мэрия показала новый проект фонтана «Адам и Ева». Он находится в центре Красноярска на проспекте Мира. В ближайшее время здесь заменят брусчатку, установят лавочки и урны, а также высадят кустарники и деревья. В небольшом сквере сделают освещение и велосипедную парковку. Сам фонтан тоже изменится. Чашу уберут, сделают постамент, по которому и будет бежать вода. И проведут подсветку. Скульптуру Адама и Евы очистят и вернут. Подготовительные работы начнутся уже на этой неделе. Детей с ограниченными возможностями знакомят с работой в трудовых мастерских. В лагере «Зеленые горки» ввели новую систему. Здесь ребята пробуют себя в роли художников, журналистов, официантов и поваров. Приучают детей к трудовым отношениям и экономике. Подробнее смотрите в сюжете далее. Новый метод рисования на воде «Эбра» Георгий открыл для себя недавно. Признается, раньше даже не думал, что сможет сделать красивый рисунок. А сейчас у него уже целая галерея. Для Георгия это уникальная возможность. Многое из того, что здесь изучают, дома делать не получается. Естественно, стучать в гвозди. Когда дома не разрешают, так она здесь может в свободном полете и постучать. Очень трудно выделить. Дни насыщены, концерты, мероприятия, квесты, где можно походить со всеми, пообщаться. Естественно, это общение, что очень сильно нравится. Обращаться с молотком, работать с деревом и делать несложные конструкции. Всему этому детей обучают в трудовой мастерской. В лагере «Зеленые горки» она появилась впервые, несмотря на то, что сам лагерь в этом месте собирается уже в 16-й раз. Здесь для ребят целый список направлений. От игры на барабанах до официантов или поваров. Все это, конечно, вознаграждается. Помимо того, что ребята здесь изучают специальные навыки, также они проходят основные принципы. Например, экономику. На каждой локации они могут зарабатывать вот такие деньги. И вот в таком импровизированном магазине покупать на них товары. Например, блокнот за 20 рублей или чокопай за 35. Но мой выбор очевиден. Для особенных детей это хороший способ адаптироваться в социуме и узнать, что такое работа. Для Красноярска проект пока пробный. Раньше такого не делали, но необходимость есть. Дети подрастают и начинают задумываться о трудоустройстве. Очень актуально становится вопрос профориентации, дальнейшей их занятости. И трудовые мастерские, они реализуют идею социальной занятости для людей с нарушением интеллекта. Сейчас в лагере 51 ребенок и уже завтра будет закрытие. Надежда Болсуновская надеется, что такое направление приживется. И подобные трудовые мастерские появятся в городе на постоянной основе. Артем Долгаршинных, Алексей Егоров, Афонтова новости. 3,5 тысячи деревьев за два года. Именно столько высажено благодаря экологическому марафону «Зеленая волна». В рамках него «Русал» не только помогает озеленению, но и поощряет благотворительные проекты. Только в этом году победители получили более 90 тысяч рублей. Подробности в сюжете далее. А там у нас дубы пошли. Пусть вот здесь вот между ними и зубы. Завхоз детского сада номер 173 рассказывает рабочим, где высаживать сирень, а где осину. Теперь на территории сада будет специальная площадка, где дошколята смогут знакомиться с хвойными и лиственными деревьями, чтобы учиться их отличать. Территорию озеленяют сотрудники «Русала». Свой экологический марафон «Зеленая волна» компания реализует уже второй год. Он включает в себя субботники, уборку берегов рек, конкурсы, экологические мастер-классы. Но главное – озеленение. За два года в советском районе города компания помогла высадить около 4 тысяч деревьев. В сентябре к ним прибавится еще несколько сотен. Есть массовые посадки, есть вот индивидуальные в школах, в каких-то детских или учреждениях, или управляющим компаниям мы помогаем. Вот сейчас новый проект, который «Зеленая волна» сентябрьский мы запускаем. Мы посадим около 200 деревьев за два дня. Они все будут разные, в разных местах, с разным абсолютно подходом. В рамках «Зеленой волны» предусмотрена также и грантовая поддержка. В этом году победителями стали четыре проекта на общую сумму более 90 тысяч рублей. Один из получателей гранта – Анастасия Асачия. Она вместе с инициативной группой молодежи Красноярского металлургического завода разработала проект для реабилитационного центра «Радуга». В нем помощь получают дети с ограниченными возможностями. Благодаря проекту металлургов «Радуги» не просто появятся новые насаждения. Для особенных детей устроят настоящий зеленый лабиринт, который будет не только развлекать. Он прежде всего нацелен на реабилитацию ребятишек, страдающих болезнью аутизма. Но он также направлен на терапию, которая благоприятно должна действовать на ребятишек. То есть это понимание пространства, понимание лево-право. У нас есть какие-то развлекательные мероприятия с этими ребятишками, но нам хотелось быть для этого центра адресно полезными. На это полезное дело выделено 50 тысяч рублей. Если же в целом говорить о работе «Русалов» в территориях присутствия по всей стране, общая сумма грантовой поддержки – полтора миллиона рублей. Победители помогут озеленить парки, скверы, аллеи, бульвары, улицы, дворы и другие открытые площадки. Ирина Денисенко, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости. Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные «Универсиаде-2019». Их стоит посмотреть после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Новости Афонтова в прямом эфире. И мы продолжаем выпуск. Отстрелить медведей под Красноярском разрешило Министерство экологии. Приказ от 5 сентября опубликован на сайте Краевого ведомства. Документ предлагает отстрел пятерых хищников на территории Березовского района. Приказ действует до 30 ноября 2018 года. Причина отстрела – высокая активность косолапых. В июле из-за бродивших у кордона лалити на медведей туристам закрывали доступ на столбы. В Бобром лагу медвежонок гулял прямо под канатно-кресельной дорогой. Жаловались на косолапых также жителей Базаихи и водников. Красноярский край попал в рейтинг городов по количеству машин. Автомобильный парк в России исследовало аналитическое агентство «Автостат». Итак, у нас 12-е место из 20 возможных. Жители региона зарегистрировали 865 тысяч машин. Это 2% от общего числа машин в стране. Самый крупный автомобильный парк традиционно в Москве. Там зарегистрировано 3 миллиона 700 тысяч легковых машин. И это первое место. Второе место у Подмосковья. Там числится 2 миллиона 700 тысяч автомобилей. На долю этих двух регионов приходится 15% от общего количества личного транспорта в стране. И третье место досталось Краснодарскому краю. Жители поставили на учет 1 миллион 800 тысяч машин. Это 4% от всего автопарка. Кстати, самый свободный от автомобиля регион Кемеровская область. Она на 20-м месте. Там немногим больше 60 тысяч машин. И это всего 1% от всего транспорта в стране. Спустя 2 года начался ремонт на подпорной стене на партизаны железняка 9Г. Ее размыл поток воды после ливня еще в 2016-м. В стене образовалась дыра. Бетонные блоки могли в любой момент упасть на гаражный кооператив. Подготовка проекта заняла почти 2 года. И вот к этой осени работы почти закончены. До сдачи объекта осталось несколько дней. Здесь восстановили бетон, поменяли асфальт, сделали отсыпку и установили водоотводную трубу. Теперь дождевая вода по ней будет стекать в колодец, говорят в администрации. Всего же в этом году в разных районах города обновили 45 стен. А вот ремонт улицы Ленина прошел не так гладко. Подрядчику грозит штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие ограждений. Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства подало в суд на компанию «Промстрой», которая сейчас ремонтирует улицу Ленина. Исковое заявление у ДИБА датировано 3 августа. В документе говорится, по контракту на ремонт улицы Ленина подрядчик должен ограждать места работы и организовывать движение на объекте. Суд остановил исковое заявление, оставил исковое заявление без движения до 4 октября. Напомню, в 2017 году «Промстрой» менял асфальт и бордюры, перекладывал брусчатку, обустраивал ливневую канализацию, пешеходные ограждения и новые остановочные павильоны на улице Карла Маркса. Жители города и чиновники критиковали работу подрядчика. В этом году компания устраняет дефекты за свой счет. Рояль, первая скрипка Португалии, древнейшие музыкальные азиатские инструменты. Все это 17-й фестиваль классической музыки Азия-Сибирь-Европа. Он стартует у нас в городе уже завтра. На открытии красноярцы смогут услышать совместный концерт наших земляков и японцев. Сегодня прошла первая репетиция. За кулисами побывал Антон Шевчук. На пианино, фортепиано или рояле Аки Курода может сыграть все что угодно. Японскую пианистку даже прозвали всеядным исполнителем современного музыкального мира. Ее произведения звучали даже в одной популярной компьютерной игре. Уже завтра она вместе с красноярским камерным оркестром и известным польским коллективом Балтик-Неаполис-Виртуози выступит на открытии 17-го фестиваля классической музыки Азия-Сибирь-Европа. События ждут все любители классики. Ведь это единственный фестиваль за Уралом, который вбирает в себя все разнообразие культур Европы и Азии, соединяя их у нас в Красноярске. Это будут и мировые премьеры, и произведения неизвестной классики, и экзотические восточные инструменты. Ну, даже вот я сейчас боюсь, что я не перечислю все, которые звучали. Это губной орган, все японский. Это китайский губной орган Шен, еще более древний, чем японский. Это китайская скрипка Эйрху, которая может быть тысячелетия, многие тысячелетия. А вот это Сямисен, национальный музыкальный инструмент древней Японии. Уникальный экземпляр с золотыми вставками и струнами из шелка. Они часто рвутся, за год приходится менять их тысячу раз. Испорванных по традиции шьют кимоно. На нем играет всемирно известный Хэдэдзиро Хонззё. В Красноярск на фестивале он привез мировую премьеру своего произведения, которую посвятил Году Японии в России. Ее музыкант исполнит вместе со струнным оркестром. Когда я исполняю это произведение, мне кажется, что в нем собраны страдания и переживания малых народов, которые населяют Красноярск, Красноярский край и Сибирь. Я как бы слышу их голоса, и они в этом произведении перемешиваются. Вот такое у меня ощущение. Но вообще на семи сене можно сыграть все, что угодно. На фестиваль приглашены музыканты из Японии, Португалии, Польши и не только. Музыкальные вечера будут проходить не только в филармонии, но и в органном зале Института искусств и в городе Сосновоборске. А 22 числа на закрытие фестиваля даст единственный концерт-легенда русского фортепьяного искусства Элисо Весаладзе. Антон Шевчук, Михаил Ткачуков, Фонтова Новости. Банк России выпустил четыре памятные монеты, посвященные Всемирной Зимней Универсиаде, которая пройдет в нашем городе уже в 2019 году. Итак, это серебряная монета номиналом 3 рубля. На ней изображен спортсмен, это лыжник, тираж монеты 3000 штук. Вторая памятная монета золотая, ее номинал 50 рублей. На ней красуется логотип универсиады. Тираж этой монеты лишь полторы тысячи штук. И последние две монеты из недрагоценного металла. Самые многочисленные, их тираж 5 миллионов, номинал 10 рублей. На одной также изображен логотип студенческих игр, на другой – талисман собака-юлайка. И прямо сейчас о новостях спорта, о них подробнее расскажет Антон Соркин. Сокол провел открытую тренировку в преддверии стартового матча в новом чемпионате высшей хоккейной лиги. Сейчас в расположении тренерского штаба клуба находится 29 хоккеистов. Сюда входят как новички, так и командированные игроки из клуба КХЛ «Амура». За межсезонье команда существенно омолодилась. Состав формировался с прицелом на универсиаду, так как Сокол выбран базовым клубом студенческой сборной России. Ну а на старте сезона помочь Соколу не смогут лишь два игрока. Травмированный Илья Колганов и дисквалифицированный на три игры Андрей Анкудинов. Волнение, конечно, присутствует. Мандража у нас точно нет, но волнение с первым свиском, я думаю, пройдет. Первые игры 10-12 – это просто рубка. Где надо взять очки, добыть победы, чтобы почувствовать уверенность, чтобы команда как раз начала играть, взаимопонимание пошло. Выводить команду на лед в новом сезоне будет Дмитрий Цыганов. Возложить роль капитана на нападающего было принято на внутрикомандном голосовании. Как это обычно проходит, нам тренера раздали бумажки, и ребята просто написали фамилии, кого бы они хотели видеть. Это как бы такой классический режим выбора капитана. Все уже, я думаю, соскучились по хоккею. И мы, и наши болельщики этого дня все ждут. Безусловно, есть волнение, потому что мы впервые будем играть на нашей 7-тысячной арене. Для меня очень важно, чтобы зрители города Красноярска поддержали нас, хоккейный клуб, и пришли поболеть за нашу команду. Свой стартовый поединок «Сокол» проведет с Тамбовом. Игра пройдет в Платином арене в эту субботу. Начало в 17 часов. Билеты на игру можно приобрести уже сейчас. Реализация осуществляется через терминалы платежка, сайт клуба, а также в кассах Платином арены. Сейчас же возле самого ледового дворца в скором порядке завершаются работы по благоустройству. Рабочие на парковочных зонах укладывают асфальт. Но тем временем Дмитрий Логинов стал двукратным чемпионом первенства мира. В Новой Зеландии красноярец оказался вне конкуренции в соревнованиях среди спортсменов до 21 года. Сноубордист первенствовал в двух дисциплинах – параллельном гигантском слаламе и параллельном слаламе. Оба раза кампанию на пьедестале почета красноярцу составляли россияне. Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтова Спорт. К этой минуте у меня вся информация. Свои новости сообщайте нам по телефону 285-14-14. Также пишите нам на Вайбер, Ватсап или Телеграм на номер 8 953-585-14-14. В студии для вас работала Ольга Хохлова. До свидания и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова